Такой информационно-социальный проект носит определенный общественный резонанс, имеет вес, и я думаю, что будущее за подобными мероприятиями, подобными подходами вообще в плане информационного пространства, справедливого и достоверного информирования общественности по всем вопросам, которые нас всех волнуют. Немножко о департаменте. Департамент охраны здоровья, говоря языком канцелярским и бюрократическим, является структурным подразделением областной администрации нашей. В свое время аналогичной структурой являлось Главное управление охраны здоровья, которое я начал возглавлять с 2008 года, с марта месяца. И в дальнейшем, в ходе реорганизации органов государственной власти, Главные управления были преобразованы в департамент. Во время предварительной встречи с Глебом Тимошенко я уловил, что, наверное, мне нужно обозначить как бы рамки ответственности департамента в определенном смысле. Хочу сказать, что если мы опираемся на наше базовое типовое положение в департаменте охраны здоровья, то основная наша функция – это мониторинг, анализ, контроль. И все это направлено на вот такое вот довольно безразмерное действие, как реализация государственной политики в сфере охраны здоровья на территории Харьковской области. Естественно, реализация государственной политики предусматривает и предполагает выполнение любых стратегических, тактических и ежедневных задач, которые возлагаются органами власти на систему здравоохранения с учетом как плановых каких-то вопросов, так и сиюминутных, текущих, острых в том числе, чрезвычайных и тому подобных ситуаций. Поэтому, развивая тему дальше, хочу сказать, что управляем непосредственно мы, как органы управления, только теми учреждениями, которые находятся на финансировании из областного бюджета. Таких учреждений всего 66, и, может быть, вы слышали, что они называются иногда или областные учреждения, или учреждения областного подчинения. А всего коммунальной формы собственности учреждений на территории Харьковской области – 199. Это означает, что 199 – это те, которые, скажем так, являются собственностью территориальных громад нашего региона, финансируются из местных бюджетов, но у них каждого есть свой собственник и есть свой орган управления. Всего на территории Харьковской области существует 245 юридических лиц учреждений. Вот 199 – это коммунальная форма собственности. Что такое остальное? Остальное – это ведомственные учреждения и учреждения Национальной академии медицинских наук Украины и Министерства охраны здоровья Украины, которые на данный момент также не находятся и не отнесены к сфере непосредственного управления департаментом. Тем не менее, понимая, что реализация той самой политики государственной на территории региона предполагает взаимодействие со всеми учреждениями, независимо от собственника, независимо от источника финансирования, независимо от позиции руководства, мы ищем и находим коммуникативные подходы, пути взаимодействия, обсуждения всех проблем с руководителями всех учреждений, которые относятся и к государственной, ведомственной сети и коммунальной форме собственности. Далее отдельный вопрос, который нельзя не обойти вниманием, хотя бы несколько слов сказать, это негосударственные учреждения, приватная медицина. К сожалению, ситуация на сегодня такова, что у областной администрации, в том числе и у Департамента охраны здоровья, прямых рычагов влияния и взаимодействия с учреждениями негосударственной медицины не существует. Это плохо. Почему плохо? Потому что мы не можем напрямую в случае обращения граждан проверить выполнение тем или иным субъектам хозяйствования в этой сфере лицензионных условий. Мы не влияем, как раньше, непосредственно на выдачу лицензии, либо наоборот на ее отзыв или приостановление, такое иногда бывает. И самое основное, люди, которые обращаются к нам непосредственно с теми или иными, ну скажем так, жалобами или замечаниями в адрес наших коллег, которые работают в частных медицинских структурах, они своевременно от нас не могут получить надлежащего реагирования именно в силу тех причин, о которых было сказано выше. То есть мы напрямую зайти и просто поработать, проверить выполнение протоколов, стандартов, алгоритм лечения, правила ведения и заполнения медицинской документации в этих учреждениях не можем. Поэтому мы вынуждены действовать через министерство, потому что основным органом лицензирования для этих учреждений является учреждение, имеется в виду частная форма собственности, негосударственная, является Министерство охраны здоровья. И вот таким образом опосредованно мы тоже с ними взаимодействуем. Еще хочу сказать, что в нашей системе коммунальной, в тех 199 учреждениях, которые относятся к органам местного самоуправления, работают 10,5 тысяч врачей и в два раза больше медицинских сестер. В принципе, это очень серьезный отряд медиков, которые настроены на ежедневное оказание медицинской помощи всем, кто нуждается. И поверьте, ежедневный ход событий это подтверждает. Теперь несколько, очень вкратце, несколько основных таких интересных, может быть, для вас тем, о которых стоило бы остановиться. 2 июня, это совсем недавно, прошла первая за каденцию нынешнего руководителя Министерства охраны здоровья Александра Квиташвили коллегия Министерства охраны здоровья Украины. В ходе этой коллегии и в ее работе принял участие премьер-министр Украины Арсений Петрович Яценюк. Коллегия, естественно, была посвящена ситуации, анализу ситуации в отрасли на сегодня и перспективным направлением реформирования системы здравоохранения в Украине. И, естественно, это крайне важная проблема. Проблема в целом, это даже не проблема, это системная стратегическая задача, которая, безусловно, относится к спектру вопросов национальной безопасности. Из такого рамочного выступления министра Александра Квиташвили участникам коллегии стало понятно, что он расценивает 2015 год как переходный, что сейчас подготовлен пакет законопроектов, минимум три закона, которые принципиально для меня, например, как для чиновника, вносят очень серьезные уточнения в терминологию, в понимание, что такое сеть, в условия финансирования и условия работы медицинских учреждений. И в целом, познакомившись с законопроектами и с теми тезисами, которые изложил министр в своем выступлении на коллегии, я хочу сказать, что я лично, слушая министра, вспомнил наши предложения 2004-2005 годов по основным направлениям реформы. То есть мне, конечно, очень импонирует, что сейчас, по прошествии 11 лет, те предложения, которые мы направляли в органы центральной власти, сейчас, по крайней мере, легли на бумагу, превратили из закона проекты, и есть надежда на то, что все-таки многострадальная реформа нашего здравоохранения все-таки сдвинется с места, и мы действительно приблизимся к европейскому опыту организации здравоохранения, создания системы общественного здоровья и гарантированного обеспечения тех людей, которые не могут оплатить или компенсировать, или их работодатели не могут компенсировать стоимость оказания этим пациентам медицинской помощи, они вправе рассчитывать на гарантированный объем помощи от государства. Далее, довольно часто, я не могу тоже об этом не сказать, сейчас звучит тема, ну скажем так, невыполнение определенными государственными уровнями управления своих полномочий и задач по льготному обеспечению пациента. Хочу сказать с самого начала, что за всю историю независимой Украины уровень финансирования здравоохранения никогда не превышал 53-54-55%, не превышал. По состоянию, по нашим оценкам на сегодня, уровень финансирования составляет 42-43% от минимальной потребности, поскольку система работает, и вы в этом можете, повторяю, убеждаться каждый день, потому что мы все-таки выполняем громадное множество задач по обслуживанию наших пациентов и тех людей, которые прибыли вынужденно к нам на территорию области, возникает вопрос, а где берутся остальные деньги? Конечно, они берутся из карманов потребителей медицинской помощи и услуг, то есть налогоплательщиков. Естественно, часть этих денег находится, скажем так, в правовом поле, а часть, вольно или невольно, находится в теневом секторе, и об этом нельзя не говорить. Поэтому для того, чтобы государство выполнило свои полномочия и обязательства по льготному обеспечению медикаментами и другими предметами медицинского назначения людей, которые рассчитывают на такую помощь, должно быть соответствующее финансирование. Очень важным источником таких льготных медикаментов являются государственные программы, потому что они изначально формировались и задумывались, как мощный государственный механизм обеспечения помощи регионам теми дорогостоящими составляющими медицинской помощи, которые ни местные бюджеты не могут сами приобрести, ни тем более сами пациенты. Идет речь в первую очередь о лечении туберкулеза, о обеспечении целевым лечением антиретровирусной терапии, так называемой, ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, о лечении и соответствующем обеспечении медикаментозным пациентам, страдающих онкозаболеваниями, множественными другими неизлечимыми редкими заболеваниями, гемофилией, фенилкетонурией и многое другое. Параллельно рядом же здесь стоит проблема обеспечения нашего населения, в первую очередь детского, средствами для иммунопрофилактики, прививками. Всего в 2014 году для финансирования централизованных программ для Харьковской области предусматривалось почти 250 миллионов гривен. В этом году, кстати, для сравнения 214 миллионов. Вот из 250 миллионов гривен на 31 декабря 2014 года мы получили медикаментов и предметов медицинского назначения на 14% от 250 миллионов. При этом, например, программа по иммунопрофилактике была выполнена только на 5,6%. По онкологии примерно тоже на 5-6%. Некоторые другие программы были в несколько лучшем положении. В целом, общий фон выполнения программ, как я уже сказал, вы поняли на 31 декабря, что мы получили. Далее, в ближайшие 3 месяца 2015 года было некоторое оживление этой ситуации, но, к сожалению, по состоянию на сегодня, программы 2014 года, на которые мы очень рассчитывали и рассчитываем сейчас, выполнены на 28%. Особенно нас тревожит ситуация с онкопрепаратами и с иммунопрофилактикой, потому что онкопрепаратов, к сожалению, поступило менее чем на 25%. Уважаемые журналисты, хочу обратить ваше внимание на то, что у нас на территории области официально зарегистрировано 170 тысяч перемещенных лиц. Это жители Луганской и Донецкой областей, которые вынуждены были оставить свои жилища, свои очаги и кто с чем мог, приехали к нам. Очень много подразделений областной администрации занимается помощью и организацией работы с перемещенными лицами, что касается системы здравоохранения. Среди 170 тысяч за медицинской помощью обратилось 68 тысяч пациентов и взрослых, и детей. 17 тысяч получили стационарное лечение в наших учреждениях. Среди этих 68 тысяч, которые обратились за медицинской помощью, 3,5 тысячи пациентов – это онкобольные, которые нуждаются в химиотерапии. 360 пациентов – это люди, которые нуждаются в инсулинах, страдающие сахарным диабетом второго типа. 250 пациентов с открытыми формами туберкулеза. 260 – ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом. И этот перечень можно продолжить. Поэтому вы видите, как увязываются проблемы перемещенных лиц, их медицинское обеспечение с темой выполнения государственных программ, с темой финансирования и с темой выполнения государством тех обязательств по обеспечению льготной категории, которые оно должно, тем не менее, реализовывать. Поэтому мы работаем сейчас с министерством, мы работаем с кабинетом министров, губернатор нас поддерживает в этих устремлениях. И надеемся на то, что все-таки результаты выполнения государственных программ в ближайшие недели и месяцы все-таки себя проявят. Кстати, премьер-министр Украины на коллегии четко обозначил сроки министру охраны здоровья в три месяца для выполнения программ 2014 года и начала программ 2015 года. Пока я вообще о 2015 году даже не говорю, потому что мы даже не... У нас не спрашивало министерство заявок о потребности нашего населения в программных медикаментах и расходных материалах на 2015 год. Хотя сегодня уже, вы понимаете, 12 июня. Вот такая ситуация. Поэтому задачи наши очень разнообразны. Повторяю, что можно о любой из них говорить довольно много. И если вам интересно конкретное направление, готовлю его раскрыть и посвятить ему и статистические моменты, и какие-то теоретические, мои, так сказать, результаты моих соображений. Но я думаю, что, может быть, целесообразно перейти к вопросам. И потом что-то более конкретное будет интересовать. Есть ли дополнительное финансирование на переселенцев или на официально зарегистрированные переселенцы? К сожалению, должен ответить отрицательно. Формульный расчет бюджетирования системы здравоохранения на 2015 год проводился Министерством финансов Украины из расчета количества населения региона и регионов других на 1 января 2014 года. Естественно, на 1 января 2014 года ни о каких переселенцах и вообще о проблеме Крыма и тем более Донецка и Луганска речи не было. По состоянию на 1 января 2014 года у нас числилось 2 миллиона 745 тысяч населения. И вот на этот пул населения мы получили финансирование. Если сейчас пересчитать, какой объем финансирования нам должно было бы дать государство на обеспечение перемещенных лиц, то эта сумма выливается в 112 миллионов гривен. Спасибо вам за вопрос. У меня вопрос по поводу Министерской реформы, которая инициировалась еще в Малатерево. Насколько осталась ли какая-то концепция из этой реформы? Останутся ли поликлиники в Украине или в Харьковской области в частности? Или что-то изменилось? Спасибо за вопрос. Важнейший вопрос, наверное, из всех, которые могут быть сегодня здесь заданы. Хотя я с уважением отнесусь к любому другому тоже вопросу и проблеме, которая вас будет интересовать. Напомню, что за время руководства предыдущей политической команды, в том числе руководства Министерства охраны и здоровья, было избрано и обозначено три пилотных региона. Это Донецкая, Днепропетровская и Винницкая области и город Киев, где отрабатывались механизмы, инструментарии, управленческие подходы по реформированию системы. Хочу сказать, что в ходе реформирования в тот период были достигнуты очень серьезные и позитивные результаты в направлении создания современной экстренной помощи. И город Харьков в Украине. И город Харьков является, наверное, лучшим регионом, и Харьковская область лучшим по результатам региона среди всех областей Украины, по достижению результата в развитии экстренной помощи. Второй проект, который я считаю тоже был очень успешным, это проект развития перинатальной помощи, создание трех перинатальных центров Харьковской области третьего уровня. И сейчас мы работаем над тем, что мы создаем несколько перинатальных центров второго уровня на базе межрайонных госпитальных округов. И этот проект, который направлен на существенное улучшение, оказание помощи беременным, просто женщинам с различными проблемами гинекологическими, женщинам после родов и новорожденным, он реально дал не только существенные статистические позитивы, но реально улучшил совершенно очень серьезным образом качество и доступность этой помощи для наших женщин и новорожденных. Однако, что касается классических подходов, первичный уровень – это амбулатории семейной медицины, ФАПы, вторичный уровень – это многопрофильные больницы, которые находятся в районах и городах, третий уровень помощи – это те самые учреждения областного подчинения, из которых я начал повествование, четвертый уровень – это институты Академии наук и ситуация в городах, которая совершенно отличается в корне от инфраструктуры отрасли в районах и городах областного значения, я имею в виду в областных центрах, где, как вы правильно заметили, есть поликлиники. Взгляды современные на структурные изменения в этой системе, они отличаются от того периода, который, скажем так, предшествовал 2014-2015 годам. До сих пор еще не могу вам внятно пока сказать, что будет со вторичным уровнем помощи, будет ли он объединен на региональном уровне или есть мысли, скажем так, у руководителей министерства и у руководителей профильного комитета Верховной Рады об объединении второго уровня помощи, то есть это больницы на субрегиональном уровне, то есть это некие крупные округа, которые должны в себе частично объединить бывшие районы, таких округов по предварительным расчетам в Харьковской области может быть 4, 5 или 6, не более, и там совершенно будет иная система построения вторичной помощи. Что касается города Харькова, это отдельный вопрос, который требует отдельного моделирования, и сейчас несколько групп экспертов работают как раз над разработкой модели реформирования здравоохранения в крупном областном центре в городе Миллионники, потому что существующие поликлиники, к которым привыкло население, часто взаимодействующие с больницами второго уровня, они все-таки достигают какой-то цели, но не всегда есть определенные недостатки. Это тема, может быть, отдельного большого разговора, сейчас просто за не менее времени мы все это не раскроем, но требуется отдельный подход и отдельное моделирование, для того, чтобы мы понимали, как должно строиться и изменяться в лучшую сторону, естественно, система здравоохранения в крупном городе. Поэтому мы пока в ожидании. Важнейшим элементом тех трех законопроектах, о которых я говорил и о которых шла речь на коллегии, это преобразование всех учреждений к концу года, преобразование, не сокращение, а преобразование из бюджетных учреждений в неприбыльные предприятия, государственные или коммунальные, что позволит существенным образом изменить условия финансирования этих учреждений. Они будут финансироваться не по классической сетке кодов экономической классификации, а по одному коду услуги. Они будут предоставителями медицинских услуг населению, а платильщикам будут органы власти, которые будут размещать заказ на оказание видов помощи тех или иных этим учреждениям. То есть мы ожидаем совершенно иных качественных отношений между органами власти, властью как таковой, как заказчиком помощи для населения и теми, кто эту помощь может оказать. Пожалуй, пока, наверное, все. – Скажите, пожалуйста, участвует ли Ваш департамент в помощи раненых воинам, если участвует в этой программе? – Спасибо за вопрос. Мы участвуем непосредственно в организационных, координирующих задачах. Естественно, я сам не стою у операционного стола, это было бы несерьезно, если бы я так вас сказал. Но хочу сказать, что всего почти 500 раненых прошло через учреждения коммунальной формы собственности из зоны АТО, военнослужащих различных силовых структур и вооруженных сил Украины, и почти 180 лиц гражданского населения, которые, к сожалению, получили боевые повреждения и ранения, тоже в зоне АТО. При этом отметьте, что раненых почти 500, а умерло у нас всего 4 человека. То есть очень высокий показатель выживаемости. Хочу сказать и о том, что у нас в нашем военно-медицинском центре Северного региона, который, это так называется сейчас наш военный госпиталь, тоже очень высокий уровень выживаемости, и наши специалисты из областной больницы клинической, которая находится на проспекте Правды, и из нескольких других учреждений, непосредственно принимает участие тоже в консультировании, оказании помощи раненым, которые поступают в госпиталь. Система эта сейчас очень работает, отлажена. И, в принципе, я считаю, что наши показатели в чем-то даже лучше, чем знаменитая больница имени Мещникова областная в Днепропетровске, которая взяла на себя миссию военного госпиталя областного, потому что в Днепропетровске госпиталь очень слабый по материальной базе, и вообще был не в состоянии решать эти задачи. У нас госпиталь, я считаю, это учреждение третьего уровня, но, тем не менее, мы им помогаем и участвуем и специалистами, и методологически в оказании помощи в решении этих задач. Спасибо, Владимир. Да, их достаточно много. А что это за областные? У нас на территории области около 800 субъектов работает, которые имеют лицензии, а некоторые, к сожалению, не имеют, которые относятся к негосударственным учреждениям. Ну, скажем так, к частным, но это различные формы. Это могут быть физические лица предпринимателей, могут быть закрытое акционерное общество, могут быть частные предприниматели, могут быть открытое акционерное общество и так далее. Большая часть из этих 800, порядка 86-87%, это частные стоматологические кабинеты или частно практикующие врачи-стоматологи. Большая часть жалоб, к сожалению, связана именно с оказанием помощи в этих кабинетах. Некачественное выполнение тех или иных, скажем так, стоматологических операций, не получен ожидаемый пациентам результат, какие-то замечания у пациента по отношению во время самого оказания помощи, в случае возникновения каких-то рекламаций в отдаленном периоде, нежелание структур идти навстречу пациенту и исправить те или иные ситуации, замечания, устранить которые есть у пациента. Вот в основном вокруг этого и, скажем так, и находится зона конфликта. Очень сложно работать с ними, очень сложно. Иногда приходится действительно на себя вызывать комиссии министерства, которые приезжают, уже заходят официально в эти структуры вместе с нашими специалистами и принимают определенные меры реагирования. Но на первичном этапе, на этапе первичного контакта мы тоже встречаемся, поверьте, не всегда с пониманием. И еще один вопрос. О ситуации в Кеннерском областном центре службы крови. Они говорят, что сейчас личная ситуация снижилась с контейнером и как-то менее крови, их осталось на 10 дней, и с тест-системами для скрининга, которые нам поранили сосредоставить? Позвольте, я внесу ясность. Вспомните, что я говорил о государственных программах. Одна из государственных программ как раз направлена на обеспечение регионов специальными стерильными контейнерами для забора крови. Они так сокращенно так и называются. Гемоконы, то есть гемоконтейнеры. По состоянию на сегодня, не на 10 дней, более чем на 2 недели у них есть гемоконтейнеры, которые были приобретены за средства областного бюджета, а не за счет программ, потому что они за счет программ в 2015 году ничего не получили. И мы вынуждены время от времени направлять, отрывая от нашей основной деятельности средства областного бюджета, и это позволяет центру проводить тендерные закупки и приобретать контейнеры. Хочу сказать, что контейнеров на месяц центру нужно 5 тысяч. Вот сейчас у них есть примерно 3 недели. Они провели тендер. Победителем является, сейчас заключается договор, победителем является фирма, которая предложила самую низкую цену везде по Украине, и почти везде она стала во всех областях победителем. Изделия, которые она предложила по этой низкой цене, скажем так, я скажу вам мягко, вы поймете, что я имею в виду, не являются европейскими изделиями. Качество, по мнению специалистов, не очень высокое. Поэтому мы еще не знаем, какие проблемы нам принесет результат этого тендера. Но тем не менее, знаю, что волонтерские организации около 500 контейнеров планируют передать центру в ближайшие дни. Кстати, воскресенье – всемирный день донора, поэтому очень правильно, что вы вопрос этот попомните, задаете и его озвучиваете. Мы всячески тоже пытаемся помочь нашему центру. Как только у нас появляется малейшая возможность дополнительного финансирования, это происходит. Я лично разговаривал несколько дней назад с первым замминистра Павленко Александром Сергеевным, которая не очень была информирована об этой проблеме, что вообще по программам не поступают гемоконтейнеры в регионы. Более того, скажу вам, наш центр не только работает на нашу область, он же тоже работает на Донецкую и Луганскую область. И, к счастью, вот на сессии внеочередной, которая будет четверг, 18 июня, мы принимаем субвенцию 1,3 млн грн. от Донецкой области как компенсацию расходов нашего центра крови, в том числе и на расходы по гемоконтейнерам. То есть эта работа носит такой многофакторный характер и постоянно находится на контроле. Но пока не заработают нормально программы государственные, которые призваны обеспечивать этот центр соответствующими расходами и материалами, вот такое напряжение будет возникать. И местный бюджет будет вынужден нести дополнительные несвойственные ему расходы. Я просто часть фразы не услышал, я понял. Значит, очень коротко. Вчера в 23.38 на центральную диспетчерскую службу истинной помощи поступил вызов. Драка на улице, избитый угол улицы Клочковской, это Караярош. Бригада под номером 106 была через 3,5 минуты на месте. Действительно был обнаружен молодой человек, избитый, с закрытой чередно-мазовой травмой, который немедленно был эвакуирован в больницу скорой помощи. Параллельно, начиная с этой минуты, примерно в 23.40 до 0.15 поступило еще 5 вызовов. И в итоге в больницу скорой помощи вчера к 0 часам 40 минутам поступило 9 человек, из которых 2 девушки. Из этих 9 человек четверо, скажем так, студентов иностранцев. Я не знаю сейчас точно, каких вузов, у меня нет такой информации. Я знаю их фамилию и имена, знаю их возраст. Общий возраст всех пострадавших 9, от 20, это самый младший, до 27. Вот эти четверо студентов иностранцев находятся в больнице скорой помощи и сегодня. Всего из 9 на сегодня на 9 утра в больнице скорой помощи городской находится 6 человек. Вы абсолютно правы, информация у вас правильная. Один из студентов иностранцев, гражданин, скажем так, из арабских стран, получил очень тяжелую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом черепа, фактически мы его расцениваем как открытый перелом черепа, прооперирован, состояние его тяжелое, находится в реанимации. Все остальные находятся в политравме. Основные диагнозы такие, ушибы, ссадины, колотые раны кожных покровов, это спина, бедра в основном. К сожалению, еще одного студента иностранца, ножевое проникающее ранение грудной клетки, это тоже больной непростой, но жизни его не угрожает ничего. Вот такая ситуация на сегодня. То есть, повторяю, осталось 6 человек, из которых один тяжелый нейрохирургический и один пациент с этой ножевым ранением глубоким, но прооперированный. Ситуация на контроле у нас. Александр Ильич, я хотела бы обучить по поводу акцента молодого человека с черепом издавая грамма. А можно ли, что есть угроза жизни? Да, конечно. Да, можно говорить, что риски большие. Но не надо писать, что он присмерть, это будет неправильно. Он прооперирован, у него тяжелый перелом черепа, он прооперирован, и делается все необходимое. Реанимационные мероприятия все проводятся. У нас еще тоже вопрос, тоже по пострадавшим, но по массовому отравлению в кристалле. Известно ли вам, в каком они состоянии, кто сейчас еще находится? Ну, я постараюсь очень сжато. В период с 3 по 5 июня в областную больницу взрослую инфекционную, которую часто у нас называют в городе 22-я, и в областную детскую инфекционную, которую часто называют 8-я, это по старинке, начали поступать пациенты. Когда мы получили об этом информацию, мы поняли, что идет речь о каком-то связанном событии. Всего поступило во взрослую инфекционную больницу 6 взрослых и 8-летняя девочка в детскую инфекционную. При опросе пациента специалистами было установлено, что на день защиты детей все эти люди были в саду Шевченко и посещали, в том числе, одно из заведений, известное, кафе «Кристалл». И якобы все они ели там десерт мороженое, которое называется «белочка». Значит, из этих 7 пациентов у 6 в ходе обследования и лечения в стационаре высеяно сальмонеллоэнтеритидис. Это довольно агрессивный микроорганизм, который приводит к такой активной кишечной инфекции. На сегодня в областной больнице взрослой осталась только одна женщина 44-х лет, все остальные выписаны. Естественно, поскольку это происходило не 1-го числа во время посещения этими людьми «Кристалла», а 3-го, 4-го в «Кристалл», получив вот эту исходную информацию, 4-го числа в «Кристалл» вышла группа для расследования эпидемиологического главного управления санэпидслужбы в Харьковской области, провели смывы, заборы всех там посевов, москов и так далее. И по итогам ближайшего 2-3 дней исследования вот эта «Сальмонелла» выявлена не было. То есть в правовом поле связать поступление 7 пациентов или 6 пациентов, у которых высеяно «Сальмонелла» с «Кристаллом» пока не представляется возможность. То есть это чисто на уровне теории. Поэтому для того, чтобы все-таки уточнить ситуацию, проведена проверка внеплановая «Кристалла» санэпидслужбой, выявлены нарушения у 7 людей оформления санитарных книжек, выявлены люди вообще с просроченными санитарными книжками. 7 сотрудников отстранены сейчас от работы. И у 21 сотрудника «Кристалла» взята кровь на сирологическое исследование. Это специальное исследование крови для того, чтобы понять, нет ли среди коллектива носителя «Сальмонеллы». Потому что, может быть, делается все правильно, технология соблюдения пищи и ее подачи посетителям может полностью соблюдаться, но при наличии носителя этого бывает достаточно для того, чтобы развелась очень серьезная вспышка инфекции. Естественно, экстренное сообщение было направлено 4 числа в Министерство охраны здоровья и в Державную санэпидслужбу Украины. Все необходимые процессуальные формальности выполнены. Сейчас ожидаем результатов исследований. Вот такая ситуация. – Есть вопрос. В Фейсбуке одна посетительница распространила, что вы скрываете уровень заболеваемости в Харьковской области в 3078 раз. Правда, это или нет? – Спасибо за вопрос. С удовольствием прокомментирую. Идет речь на самом деле об отчетности и о медицинской статистике. Хочу информировать и нашу общественность Харькова и Харьковской области, и вас, уважаемые журналисты, что 7 лет подряд медицинская отчетность формируется по так называемым 20-м формам, особенным, не раньше, как были 20-й формы, а особенным, которые сейчас сопряжены с электронной программой Медстат, которая разработана и внедрена в Министерство охраны здоровья. Эта программа Медстат настроена таким образом, что если, например, регион сдает итоговый сводный отчет в целом по области, либо сдает отдельное учреждение для того, чтобы появился сводный отчет, естественно, сначала нужно обработать отчеты каждого учреждения. Причем хочу сказать, что отчеты сдают, несмотря на то, что я вам рассказывал о некоторых сложностях управленческих и коммуникативных с различными формами собственности учреждения, в том числе и с приватными, но они отчеты сдают исправно в наш областной информационно-аналитический медицинский центр. Так вот, сначала обрабатываются отчеты каждого учреждения, а потом делается сводный отчет по области. Программа Медстат очень строго следит за тем, чтобы, во-первых, не было сбоев и ошибок при подаче показателя, например, на тысячу или на сто тысяч, а это очень принципиальным является, потому что, если, например, детская смертность измеряется количество случаев на тысячу живыми новорожденных, а материнская, например, на сто тысяч родившихся живыми. Материнская смертность считается на сто тысяч новорожденных родившихся живыми. Есть свои моменты. Точно так же показатели заболеваемости, то бипот, туберкулезу, онко и так далее, они имеют свои особенности. Программа не примет, не позволит ввести показатель, если он посчитан и заведен изначально неправильно. Более того, программа настроена еще и таким образом, что если бы директор департамента Галацан или Иванов или Сидоров захотел бы что-нибудь исказить и, например, в три раза, а не в тысячу раз уменьшить или увеличить тот или иной показатель, например, онкозаболеваемости или заболеваемости Вильспидом-заберкулезом, дабы скрыть какие-то свои огрехи или еще что-либо такое, программа не примет показатель, если он более чем в два раза не примет, отличается от среднего Украинска. Вот такая ситуация. Поэтому мы отвечаем за достоверность своих данных, мы открыты для дачи информации всем, кому это нужно или кто это считает для себя необходимым. И я, поверьте, абсолютно спокоен и уверен в том, что те статистические отчеты, которые я подписываю, которые направляются в органы центральной власти, они являются достоверными, мы за них отвечаем, мы по ним оцениваем результаты нашей работы, работы наших коллективов и разрабатываем и внедряем соответствующие меры реагирования для корректировки ситуации по тому или иному направлению. Естественно, кстати, программа очень чутко и улавливает изменения населения, поэтому мы видим по некоторым признакам, хочу сказать, что у нас зарегистрировалось, я вам выше говорил, 170 тысяч перемещенных лиц, а по некоторым показателям нашим мы видим, что их на самом деле больше. Ну вот как бы, наверное, я ответил. Спасибо. Да, пожалуйста. Еще один вопрос. Принялась информация о том, что, возможно, ДНС все-таки ведут ЛДС на лекарства и в том числе на препараты для гемодиализа, для онкобольных, для диабетиков. Насколько изменится обеспечение больниц в Харьковской области, справятся ли области с такими расценками, потому что и важнейшие препараты, и в том числе в военном госпитале, медикаментные, которые говорят? Это очень большой вопрос и, честно говоря, я даже не знаю, с чего начать, но попробую. Значит, хочу сказать, что тема НДС не является главной здесь, мы говорим в целом о повышении существенном цен на медикаменты, которые наши уважаемые поставщики оптовые и розничные медикаментов поясняют и мотивируют ростом стоимости валюты, потому что, ну или там падением гривны, как угодно это можно говорить, но мы с вами прекрасно видим по ценам в аптеках, что цены непропорционально выросли реальному росту курса иностранных валют, либо уровню инфляции, непропорционально. Кстати, хочу сказать, что нечто подобное было несколько лет назад, когда тоже был подскок стоимости доллара, и точно так же в аптеках цены выросли не в два раза, а в три, в три с половиной. Вот что-то подобное происходит и сейчас. И, естественно, это не может не отразиться на уровне обеспеченности пациентов наших и учреждений лекарственными средствами, особенно теми, которые приобретаются государствами или поставщиками и приобретаются, завозятся за счет иностранной валюты. Тема диализа здесь очень является важной, как и тема инсулина, но не только. Ведь онкопрепараты тоже, многие из них являются импортными. Поэтому мы видим, что как на дрожжах увеличивается пул денег, который необходим для того, чтобы обеспечить пациентам. Например, если мы говорим о гемодиализе, наши расчеты говорят о том, что уже на сегодня нам нужно не менее 85-90 миллионов гривен на год, на год только для заместительной почечной терапии, которая состоит из трех составляющих – гемодиализ, перитониальный диализ и препараты для профилактического лечения пациентов, у которых пересажены органы. А если еще год назад все медикаменты учреждений областного подчинения, включая областную больницу, включая две инфекционные, включая две детских, они все имели объем 110 миллионов гривен. А сегодня я говорю вам о том, что только препараты для заместительной почечной терапии, в том числе для гемодиализа, их нужно 85 миллионов. Инсулинов мы потребляли на 41 миллион гривен в целом город Харьков и районы Харьковской области. А сегодня эта сумма приближается к 80 миллионам. Дело не в НДС, дело в целом в катастрофическом повышении стоимости препаратов. И здесь должны быть какие-то четкие государственные шаги по дерегуляции фармацевтического рынка, по использованию средне взвешенных европейских цен, потому что мы видим, что в Европе препараты для гемодиализа стоят на 30-40% дешевле. Некоторые инсулины стоят существенно дешевле даже очень известных мировых брендов. То есть явно какой-то перекос ценовой политики в Украине происходит с этими предметами потребления. Понимаете? Поэтому здесь должны быть какие-то волевые решения правильные на уровне законодателя, на уровне кабинета министра Украины. И внедрение все-таки действительно референтных сцен. Кроме того, по инсулинам это тоже очень интересный вопрос и требует определенного времени для освещения. В Харьковской области, как и в других многих областях, в 20 других областях, был сорван тендер, который проводился и готовился областной больницей по закупке инсулина, по механизму, который был наработан последние 5 лет и работал довольно стабильно. Раз был сорван тендер, мы должны были срочно вместе с министерством искать механизмы компенсаторные, как обеспечить пациентов. Поэтому в ходе селекторного совещания, которое проходило 4 апреля, с министром было согласовано, что мы запускаем совершенно иной механизм обеспечения инсулинами, правовой механизм в рамках постановления кабинета министров, так называемого 1303, по компенсации стоимости инсулинов через аптечную сеть, то есть ресурсы, которые доведены области, государством на приобретение инсулинов, не используются в виде прямой закупки тендерной, а компенсируются, больницы компенсируют аптекам инсулины, которые аптеки выдают пациентам безоплатно на основе рецептов. И что интересно, что при этом механизме стоимость инсулинов существенно уменьшилась. То есть мы сейчас ищем определенные подходы и пути к экономии, но тем не менее в целом, то есть она уменьшилась по сравнению с возможными тендерными закупками, но в основном рост цен на инсулины, к сожалению, состоялся очень существенно. И так мы можем говорить о всех остальных подобных расходных материалах. Поэтому пока на сегодня это очень острый вопрос. Мы работаем сейчас с Кабинетом министров Украины в части того, чтобы стабильно выйти на конец года по обеспечению пациентов, например, гемодиализом необходимыми расходными материалами, мы с начала года обращались в органы центральные органы власти, и нам выделено было 48 миллионов гривен целевых для Харьковской области, которые, к сожалению, в силу какого-то решения чиновника Министерства финансов пришли не в областной бюджет Харьковской области для нашего центра урологического, как это должно было быть, а попали в Министерство охраны здоровья, в централизованные программы. А я вам тоже полчаса назад говорил, что централизованные программы 2015 года даже не начаты. Поэтому задача наша сейчас убедить Министерство и Министерство наше и Министерство финансов передать нам в области эти 48 миллионов, если они придут, то мы тему гемодиализма стабильно решаем до конца года. Аналогичный подход примерно сейчас реализуется и по инсулинам. То есть каждая тема отдельно в работе, отдельно на контроле, в том числе я докладываю лично губернатору, принимаются определенные управленческие решения, меры реагирования, обращения направляются в кабинет министра, в премьер-министру лично и в Министерство финансово. Я надеюсь все-таки, что мы достучимся. Наверное, пока все. Официальная регистрация происходит только через систему социальной защиты. В свое время, до того, пока этот механизм был введен, внедрен в государство и заработал, мы у себя для того, чтобы объективизировать ситуацию, и очень хорошо, что мы вовремя сориентировались и это сделали, мы внедрили систему регистрации пациентов, перемещенных из Донецкой, Луганской областей и Крыма в учреждения здравоохранения. Благодаря этому мы создали свой собственный реестр, объективный, который существует в электронном виде, который охраняется определенными средствами защиты информации. И только благодаря этому реестру мы смогли получить от кабинета министров Украины в ноябре прошлого года 27 миллионов гривен, когда нашло правительство такую возможность и помогло нашей области. И благодаря этим 27 миллионам гривен мы вышли из положения и по гемодиализу, и в целом по медицинскому обеспечению пациента. Поэтому этот реестр мы продолжаем вести, но никто не настаивает, и оказание медицинской помощи пациентам никоим образом не увязано с его желанием, либо нежеланием регистрироваться. Если человек не зарегистрирован или не хочет регистрироваться, помощь ему будет оказана все равно. И так установка такая доведена до всех руководителей учреждений. Спасибо большое. Продолжение вопросов. Спасибо. Вам тоже спасибо за внимание к нашим проблемам.